здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала новые подписчики приветствую вас от всей души сегодня хочу делать голубцы те которые будут лежать в морозилке сегодня нам еда не нужна вчера много наготовили и предлагаю вам посмотреть какие-то делаю у меня уже капуста в кастрюле начала кипеть сейчас я вам покажу как она кипит и как она себя ведет как я отделяю листочки от капусты покажу так у меня кипит капуста кочерыжкой вниз кочерыжку я вырезала сейчас покажу как она смотрится горячая в алюминиевой кастрюле я это делаю ну просто она подошла по размеру вот здесь вот не дорезала немножко вот так листочки свободно отделяются от этой капусточки вот смотрите еще один вот я раньше так делала просто варила в воде капусту и отделяла листочки они хорошо потом отделяется а мне дочка сказала что нужно в воду налить немножко уксуса девяти процентного ягра сколько нужно она говорит но в зависимости от капусты в зависимости от кастрюли и огромные кастрюли небольшая на 3 литра и капуста вилок небольшой тоже она говорит ну тогда ложки 2 хватит я так и сделала и поэтому сейчас очень легко отделяются листочки так листочки пока складываю вот сюда пусть они лежат и идут вот я уже сколько отделила смотрите это вот первые листья были они не совсем беленькие были дальше идут уже белые хорошие листочки ну и дальше продал продолжу снимать листья с капусты раздеваю капусточку здесь же с правой стороны от плиты у меня стоит контейнер с рисом сейчас я я в голубцы добавляю рис вот сейчас я насыплю ну не полный стакан вы помните сколько у меня было фарша я сюда уже лук добавила мисочку промываю и заливаю водичкой вот так у меня поставить рис замоченный в воде некоторое время пока я с листьями разбираюсь кстати некоторые люди в фарш сюда вот добавляют уже жареный лук с морковью если хотите делайте так как хотите все в ваших руках продолжаю разбирать капусту листья кстати становится все меньше и меньше по размеру пока листья мои отвариваются рис замоченный стоит я занимаюсь фаршем я сыплю сюда адыгейскую соль зарема сегодня другая какая-то но соль чесночной сегодня не адыгейская адыгейская наверное у меня кончилось надо купить и перчик сыплю все по вкусу как вы хотите все перемешиваю и жду рис сюда добавить нужно ну и можно конечно лучок еще пожарить с морковкой решила я лучок поджарить лучок уже начал поджариваться добавляю сюда морковочку я потерла две небольшие морковки и не на крупной терке поэтому кажется что прям большая гора до моркови тертой всего две маленькие морковочки вот так выглядит моя морковь с луком жареные уменьшилась намного до количество кстати масло я не сюда не наливала много видите не чтобы лук с морковкой тут плавали вот сейчас я выключу и дам немножко остыть горячий фарш не хочу класть залезла в приправы и так мне захотелось кориандра молотого добавить сюда вот в эту морковь и лук мне так нравится этот запах приправка все же будет а я говорила только соль и перец нет приправка еще будет ну а сюда в миску с фаршем добавляю рис замоченный добавили лук и морковь и буду хорошо перемешивать лучше всего перемешивать руками теперь у нас вроде все готово а что готово листья капустные готовы и фарш готов и остается только завернуть завернуть любым для вас удобным способом кто-то заворачивает конвертиком кто-то треугольничком как вам удобно как вам хочется и я сейчас это же самое буду делать приступаю беру листочек любой какой хочется если вам покажется что вот эта часть капусте жестковато можете и вот так ножом чуть-чуть срезать ну а теперь кладу сюда ложкой начинку если листочек небольшой значит чуть меньше начинки листочек большой значит голубец будет побольше размером и заворачиваю я люблю вот так хотя и треугольничками смотрится хорошо а готовые буду складывать на поднос вот так я постепенно заполняю противень еще сверху можно накладывать голубцы но замораживать я буду в один слой потом уже складывать в пакет так еще друзья я вспомнила что у меня в морозилке лежат такие замороженные перцы прям по половинкам я разрезала удаляла семена отсюда и замораживала я принесла не даю им сильно разморозиться просто начиняю фаршем и снова отношу морозилку в пакетах вот так потом когда захочется можно будет уложить на противень засыпать их сыром и запечь в духовке вы замораживали такие перцы это у меня в этом году и было много поэтому я их так и заморозила друзья готовы мои перцы я их быстренько сейчас сразу отношу морозилку а то белый налет смотрите появился в кухне тепло у нас срочно нужно отнести снова на заморозку я перцы уложила в пакет и вот так вот отнесу на дощечку положу чтобы удобнее было нести на дощечку это для того чтобы они мне по дороге все не сложились в одну кучу все перцы в общем я пошла но вот и голубцы мои готовы в этот раз у меня получилось вот столько голубцов и как вы видели 6 перцев голубцы конечно не мороженые пока я их отнесу в морозилку но только не на металлическом подносе я переложу на пластиковой вот эту дощечку на которой режу или пластиковый пластмассовый поднос или формочку какую-то можно конечно на дощечки деревянные чтобы они заморозились а потом уже разложить их по пакетам но вот есть у меня такая деревянная дощечка с новогодним настроением я сюда переложу голубцы и между ними оставлю расстояние чтобы они не касались друг друга вот так вот вам видно через определенное расстояние чтобы потом их удобнее было снимать с этой дощечки вот так у меня получилось кстати я постелила застелила на дощечку пакет в этот же пакет потом и и положу но друзья я с вами вместе сделала голубцы и даже немножко перцев приготовила на заготовку всех благодарю за внимание за тех кто смотрит наше видео за тех кто дает нужные полезные советы тоже благодарю и еще сегодня выходной день воскресенье у кого в семье семейный праздник сегодня поздравляю вас от всей души от всей нашей семьи от мамы который 95 лет она очень любит общаться с людьми и с вами тоже потому что я читаю все ваши комментарии ну а с вами я прощаюсь до новых встреч всего вам доброго будьте здоровы